Священник-отец Владимир Страхов служил в одной из московских церквей. Окончив литургию, он немного задержался в храме. Все молящиеся уже разошлись, оставался лишь он да псаломщик. Вдруг входит старушка, скромно, но чисто одетая в темном длинном платье, и обращается к священнику с просьбой пойти и причастить ее болящего сына. Дает адрес, улицу, номер дома, номер квартиры, имя и фамилию своего сына. Священник обещает исполнить это сегодня же, берет святые дары и идет по указанному адресу. Поднимается по лестнице, находит нужную дверь и стучит. Ему отворяет человек интеллигентного вида с бородкой лет 30. Несколько удивленно смотрит он на батюшку. Что вам угодно? Меня просили зайти по этому адресу и приобщить больного. Тот удивляется еще больше. Я живу здесь один, и никакого больного здесь нет, и в священнике я тоже не нуждаюсь. Изумляется и священник. Как же так? Ведь вот адрес, улица, номер дома, номер квартиры. А как вас зовут? Оказывается, и имя совпадает. Позвольте все же войти к вам. Пожалуйста. Входит батюшка, садится, рассказывает, что приходила старушка приглашать его. И во время своего рассказа поднимает глаза на стену и видит большой портрет этой самой старушки. Да вот же она. Это она и приходила ко мне сегодня, восклицает он. Помилуйте, возражает хозяин квартиры. Да, это моя мать. Она скончалась уже лет 15 тому назад. Но священник продолжает утверждать, что именно ее он сегодня видел. Они разговорились. А молодой человек оказался студентом Московского университета и не причащался уже много-много лет. Впрочем, раз вы уже пришли сюда, и все это так загадочно и странно, я готов исповедоваться и причаститься, решается он наконец. Исповедь была долгая, искренняя, можно сказать, за всю сознательную жизнь. С большим удовлетворением опустил ему грехи священник и приобщил его святых тайн и ушел. А во время вечерния, в этот же самый день, к нему приходят соседи этого молодого человека и объявляют, что студент этот неожиданно скончался. И соседи пришли просить батюшку отслужить первую панихиду. Если бы мать не озаботилась из-за гробного мира о своем сыне, то он так и отошел бы в вечность, не приобщившись к святых христовых тайн. Эта удивительная реальная история доказывает, что наши усопшие сродники продолжают наблюдать за нами и молиться о нас, даже находясь в ином мире.